добрый день дорогие друзья здравствуйте дорогие друзья и мы вас приветствуем с катюшей на нашем прямом эфире где мы хотим рассказать о том что происходит как меняются наши планы согласно божественным планам и первое что хотим вам рассказать это то что когда мы планировали поездку ретрит поездку ретрит в грузию были одни условия были одни обстоятельства и было желание соединиться с духом гор но сложилось так что перекрыли выезды из многих стран и в грузию а стало тяжело добираться в этот момент мы проводили марафон с катей по 9 чакрам и как раз вот на 9 начали соединять свои чакры с чакрами земли и когда дошли до горловой чакры у нас проявилось то что у всех очень много блоков присосок прицепов замков на горле мы не можем себя транслировать в мир нам закрывает рот масками нам не разрешают выходить на улице и общаться то есть нас с вами закрывают по домам и очень многих открылись вот эти проблемы и возникла шикарная идея сделать внеплановый ретрит на египет на гору синай где мы будем снимать вот эти все замки и оковы соединяться со стихиями земли воды воздуха огня и будем становиться свободными все практики нужно проводить в местах силы и там была гора и здесь у нас гора но ретрит по грузии мы не закрываем мы его просто переносим на конец июля начала августа поэтому кто планировал поехать грузию мы надеемся что к этому моменту уже откроются границы и можно будет более свободно и доступно приехать без таких проблем которые мы столкнулись на данный момент но мы вас всех приглашаем на ретрит в египет катюша расскажи пожалуйста нам об этом буквально в двух словах во время марафона которым ты уже упомянула девять чакр планеты земля когда мы дошли до горловой чакры а это египет это гора синай как ты уже сказала многих проявились блоки люди прочувствовали эти блоки блоки слезы реакции в теле и готовясь к этому дню к этой чакре мы обнаружили что египет является уникальной территорией на планете земля центром формирования трех самых мощнейших мировых религий иудаизм мусульманство христианство масличная гора которая находится в израиле гора синай и египетские пирамиды то есть да это такой центр рождения развития сосредоточения элементов управления и мы не планировали как оксана упомянула поездку в египет потому что мы только оттуда приехали буквально недавно потребности у нас не было потому как когда мы ездили мы побывали на гробницах на пирамидах в уксоре карновский храм естественно те процессы которые нам нужно было мы с собой произвели нам воли изъявлять легче у нас происходит интересные с оксаной процессы уже система нас теряет из виду мы видим проявление этой потери в реальной материальной жизни которые откликаются у нас в банковских системах в карточных системах в интернет сети потому что мы не можем выйти с оксаной на прямой эфир допустим в инстаграм и в любом другом источнике постоянно происходит прерывание прямой связи с телефонами все в порядке со связью вай-фай все в порядке но сеть нас не видит то есть мы уже понимаем что это далеко не просто так но и других скажем так приколов которые и находят свое отражение в понимании того что система нас теряет из виду много но мы работая с людьми в ретрите увидели насколько есть в этом потребность и естественно от соединения от тех систем которые тебя порабущают особенно сейчас вот да когда ты вынужден закрыть свой рот и не дышать полной грудью тем воздухом который пока принадлежит нам всем по праву нашего рождения конкретно стрелочкой так вам туда направляет нас в египет и а у нас есть уже даты у нас есть уже отель мы приглашаем вас присоединиться к этой поездке места ограничены мы не хотим набирать огромное количество людей мы хотим каждому уделить внимание каждому уделить время поэтому если вам откликается данная информация пишите в личку мы вам предоставим информацию у вас будет возможность и отдохнуть полдня и полдня поработать позаниматься практиками утром рано будем делать очень замечательные медитации волеизъявления вечером медитации благодарности ну и конечно вишенка на торте это будет восхождение на гору сина и почему ехать с нами то классическое восхождение которое делают гиды она опять же подключена полностью к одному из эгрегоров религиозных и идя туда вы отдаете опять же всю свою энергию всю себя всего себя у нас идет совершенно иное восхождение я чуть позже расскажу сейчас оксана практиках расскажет и потом вернемся к восхождению может быть надо было немножко об отеле рассказать что там за отель отель ссылки скинем кому интересно риха на пятерочка шар мальших это хороший отель шестью бассейнами для взрослых с бассейнами для детей сборками первая линия понтон можно и поплавать на берегу можно и нырнуть звон с понтона хороший риф есть рыбки есть приливы отливы но это везде да поэтому но что что об отеле в основном мы занимаемся в конференц-зале то есть у нас всегда важно да мы искали такой отель чтобы у нас была возможность вот предложить вам занятия комфортные конференц-зале да это не шикарный мы не едем с вами в какой-то хаят или в риксос но и цена соответственно абсолютно доступная нормальная для всех вот поэтому отель как отель это египет это не мальдивы это египет ну людям же интересно все таки услышать хотя бы название и что за отель рихана шар мальшеек пятерочка первая линия есть уже даты это с 31 мая по 7 июня и как раз мы будем восходить на гору синай 6 06 это не просто так опять же не просто так даты да у нас все по датам как-то подстраивается поэтому будет сопровождение именно высших сил мы работаем с катей с ангелами с архангелами потоки творца и вы это точно прочувствуете люди которые с нами идут по марафонам это чувствуют понимают и видят те трансформации которые с ними происходят и какие же мы практики с вами там будем проходить так как это все связано с горловой чакры горловая чакра это врата души где соединяется божественная до божественная духовная энергия и земная материальная энергия вот она как раз здесь соединяется для творения что такое темная энергия да это темная низкая энергия она не может сама по себе быть ничем не хорошим неплохим эта энергия но с божественной искрой которая спускается сверху она превращается в энергию творения и вот когда мы будем с делать практики в Египте и будем восхождение делать на Гарусинай, мы с вами будем соединяться со стихиями, снимать с себя все те образы, которые на нас навешаны годами, веками, поколениями на наш род, и это, естественно, передается нам. Что мы будем с вами делать? Мы будем и парить в воздухе, конечно, в медитациях, и парить в воздухе, ощущать себя с крыльями, освобождать себя и свою душу для того, чтобы вы чувствовали себя вольным, свободным человеком, который пришел на землю быть счастливым, не страдать, не быть в нужде, а быть счастливым. И когда вы снимаете с себя эти оковы, эти образы, которые вас, скажем так, заземляют и опускают ваши глаза вниз, одевают ярмо на шею, вот от них мы будем избавляться. Потом мы с вами соединимся с энергией, с стихией, с ожрицей воды, и очень хорошо, что это Египет, там есть вода, которая будет очищать это все нас. Там четыре стихии в доступе, и это очень шикарно. Мы с Катей вообще прям, чем дальше начали рассматривать этот вариант, и просто понимаем, что это не просто так этот ретрит идет, потому что это идет, как говорится, нас ведут. И мы идем и вас с собой приглашаем идти в этот путь для пробуждения, для соединения с потоками Творца, для соединения с божественными энергиями, не с эгрегорами, а именно с божественными энергиями, которые доступны каждому, только если вы это волеизъявляете, не заявляете, а волеизъявляете. Мы об этом тоже расскажем, чем отличается заявление от волеизъявления, и как нас этими вроде бы нехитрыми словами, но нас вводят в такой обман, в такой морок, что мы изначально себя отдаем в рабы, мы просто отдаем себя в рабство, и нашу энергию выкачивают. Так вот, там мы с вами пойдем дальше соединяться с энергией стихии огня, где будем чистить свои тонкие тела, вы все знаете, что мы состоим из тонких тел. И некоторые культуры говорят, что у нас семь тел, но мы точно уже знаем, что их девять. И об этом мы тоже коснемся, и будете, те, кто с нами не был в марафонах, не читал наши посты, те точно ощутят и увидят, что у них есть девять тел, поймут и осознают, что такое дивье тело, что такое свете тело, что такое колобье тело, да, будхическое. И вы поймете, насколько у нас урезана наша не только память, но и знания забраны наглым образом, причем наглым забраны наши знания. И потом мы соединимся с энергией Матери, Земли, будем возвращать себе свою энергию, те дары, которые божественные, нам изначально принадлежат, наша свободная воля, наша душа, наш дух, наша неприкосновенность, она нам изначально дана Творцом, но у нас ее просто нагло отбирают. И когда мы соединимся со всеми этими стихиями, практики будут очень мощные, поэтому мы будем работать по полдня. Вы будете полдня отдыхать, трансформировать эти энергии, и полдня мы будем опять ходить в практики, насыщаться, освобождаться и трансформироваться. И потом после этих четырех дней у нас будет венец, да, вишенка на торте, как говорит Катя, это будет восхождение на гору Синай, где будет тоже произведен определенный, ну, ритуал, скажем так, в кавычках, практика, очень мощная, очень красивая, и будут подарочки сейчас. Вот Катя немножечко тоже об этом расскажет, добавит. Я любитель подарков, я тогда организовываю мероприятия, такие мы создаем красивые атрибуты, и вот сейчас скажу еще, у нас будут очень крутые проходить динамические медитации на земле египетской. У каждого будет индивидуальная маска, сшита из черного шелка, белого бархата, которую вы надеваете, и под определенную музыку через тело у вас будут выходить те процессы, которые были, как соль, как каменные блоки, зафиксированы в вашем теле во времена проживания, скажем так, ночи сварога, потому что наступило утро, и не просто так на горе Синай мы с вами будем встречать рассвет. Но вот то, что я хочу сказать, те маршруты, которые планируются гидами, они там, ну опять же, ты туда пока дойдешь, ты себя там всего оставишь. У нас, наоборот, мы идем забирать свою волю, свою силу, свое право, и мы с Оксаной уже так приоткроем карты любителей шунгита, и мы каждому собираем определенный пакет, в котором у вас будет шунгит, свеча, определенная палочка с определенным ароматом, то есть все четыре стихии, вода, понятно, будет, все четыре стихии каждая из вас принесет на эту гору Синай. Мы там сделаем определенный ритуал, часть чего-то заберем, часть чего-то растворим, оставим, не будем рассказывать вам все, но то, что мы будем восходить по совершенно другой системе понимания, зачем мы это делаем, потому что, да, есть как бы христианская версия, где якобы тот, кто туда взошел, тому отпускаются все грехи. Мы немножко за другим туда идем, за другим пониманием совершенно, которое нам даст возможность воле изъявить, что мы живые люди, которые потребуют назад всю свою нагло отобранную волю, которая была отобрана путем кривды, обмана, морока, выбора без выбора и всего остального прочего, потому что мы... Акипизация, а вот эти идентификационные номера, она нас пересчитывает, и тебя посчитали, и тебя посчитали, вот это именно то, что мы будем там... Шунгит, это если вот кто не был на наших марафонах, погуглите, посмотрите, это вообще чудо-камень, уникальный камень, который всегда с нами и сегодня уже и совершает удивительные вещи, творит удивительные чудеса, поэтому однозначно он будет с нами, для каждого это будет от нас такой подарок, мы собираем, формируем уже мысленно, пока вам пакеты, скоро будем воплощать это в реальность, в зависимости от того, какое количество человек с нами поедет. Вот, поэтому это очень серьезный ретрит с динамическими медитациями, с утренними волеизъявлениями, с вечерними благодарениями, и удивительно еще получилось то, что мы не попали туда, куда хотели, но произошла такая передислокация на Египет, и мы однозначно поняли, для чего вода морская, соленая вода, нужна вода соленая морская, смывает все то, что будет подниматься во время практик, потому что, кто знает, опять же, очень многие транспортные маршруты специально ведут по морю, по морским каналам, потому что вода – это передатчик информации, вода – это жизнь, и нам нужно вернуть себе жизнь, потому что не просто будут какие-то купания морские, а осознанные купания с посвящением. Приглашаем вас на ретрит, решайте быстро, срочно, пока вы можете приобрести, допустим, кто Украина, мы занимаемся всем, вы не думаете ни о чем, мы, как говорится, вас, как мамы, возьмем все, приобретаем все, оформляем, единственное, если вы будете думать, раздумывать, возможно, цены будут повышаться, потому что даты вылета, вы знаете, меняются каждый день, и там, возможно, нужно будет что-то доплачивать, поэтому принимайте быстрые решения. Да, и единственное, может быть, сказать, сколько это стоит? Да, значит, Украина, Украина, тренинг, ретрит, перелет, питание, проживание, восхождение на гору Сина, абсолютно все это 1050 долларов на сегодняшний день. Вот, если вы летите откуда-то из другой страны, вы добираетесь самостоятельно с помощью вашего туроператора, какой отель мы вам сбрасываем, вы оплачиваете нам только ретрит, стоимость которого 550 долларов. Если вы летите с кем-то вдвоем, то там есть предусмотрены скидки. Но это все решается индивидуально, поэтому ждем ваших сообщений, пишите в директ, пишите в комментариях, и до следующего эфира. Да, до встречи. Все, пока, дорогие. Так, выключаем запись. Продолжение следует...